Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к Галатам Первоверховного апостола Павла. Сегодня мы будем читать 4 главу. Она начинается словами Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественными началами мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего, единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Действительно, когда наследник еще не вступил в права наследования, он не отличается от слуг и от рабов. Он выполняет ту же самую работу, что и они, потому что у них у всех было совместное хозяйство. И в патриархальные библейские времена все трудились, что называется, на равных. И весь Ветхий Завет — это попытка еврейского народа вступить в права наследования. И они не отличались от других народов, других племен, языков, потому что проблема греха касалась всех. И трудности, вызванные теми или иными грехами, они сокрушали благополучие этих людей. Как и доказано было в послании к римлянам, что и елены, и иудеи все находились под грехом. Наследие всех обетований, патриархов и пророков — это то, что совершается в пришествии Иисуса Христа, Господа нашего. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Христос действительно следовал делам закона буквально во всем. Можно сказать, что Христос был единственный, который всецело подчинился закону. Он говорил о себе, что он пришел не нарушить, но исполнить закон, причем весь закон. Закон делился на нравственный закон, это закон нравственных и моральных предписаний, который налагал на людей некоторые ограничения. Он указывал на то, что можно делать и что делать нельзя. Но в законе содержались законы о жертвоприношениях. И все эти законы Христос исполнил на себе как самая совершенная жертва. В законе Божьем были законы уголовного наказания. Христос понес на себе все наказания, которые только мы заслужили, живя на земле. Почему он умирает на древе? Потому что сказано проклят, висящий на древе. И он повиснул на древе, чтобы взять на себя проклятие наших грехов. Почему он истекает кровью? Потому что не бывает прощения грехов без пролития крови. Почему он умирает на кресте? Потому что сказано за грех смерть. То есть он исполнил нравственный закон, моральный закон, являя нам пример подлинной благочестивой жизни в своем истинном человечестве. Но он совершитель. И закона о жертвах. Ибо он тот, кто приносит жертву. Он сам есть эта жертва. И он есть тот, который принимает эту жертву. Поэтому здесь и сказано, что он подчинился закону. И пятый стих. Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Это действительно нас надо было бы распять, пробить наши руки и ноги за то зло, которое мы делаем своими руками, за то, как мы спешим своими ногами идти по стезям греха. Но невинный занял наше место. Он стал грешником за каждого из нас, взяв на себя грехи всего мира, чтобы нас сделать чадами Божьими по благодати. И апостол Павел далее пишет, «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше Духа Сына Своего, то есть Духа Святого, вопиющего «Ава Отче, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Православное учение о спасении, оно предполагает, что есть как бы три уровня восхождения человека в домостроительстве спасения. Первая ступень в деле спасения — это искупление. Когда человек из мира приходит к Богу, он нуждается в искуплении, в прощении грехов. И этой ступенью соответствует социальное положение, описанное в Библии «раб». Рабы не надеялись ни на какие награды. Рабы ожидали только милосердия своих господ, хозяев. Так и грешник, который из мира приходит в церковь, он ищет только мира с Богом, ибо он устал от собственной греховности. И этой ступенью соответствует библейский добродетель вера. Когда человек приходит к Богу именно потому, что вера подвигает его к этому решению, как сказано, а приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. Но это только первая ступень. Вторая ступень в деле спасения — это освящение. Уже не искупление, а освящение, то, что мы называем воцерковлением. Когда человек приступает уже к таинствам церковным, он уже крещеный человек, его семья воцерковляется. И этой ступенью соответствует социальное положение, описанное в Библии. И наемник, он не просто трудится как рабы, он получает награду как человек, который заслужил ее. Его жизнь меняется. Церковь поддерживает этого человека в его тех или иных моральных решениях. И этой ступенью соответствует библейский добродетель надежду. Он не просто верит, он теперь с надеждой опирается на результат своей веры. Но этого мало. В православном понимании спасение имеет третью ступень. Третья ступень в деле спасения — это обожение. Потому что в грехопадении человек потерял подобие Божие и омрачил образ Божий в себе, созданный по образу и подобию Создателя. И этой ступенью обожение соответствует уже не социальное положение человека. Он уже не раб, он уже не наемник, он уже сын. И мы здесь прочитали. «Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». И этой третьей ступенью соответствует библейский добродетель «любовь», которая и является этим наследием Божиим. Но любовь — это и сущностное свойство Бога. Сказано, Бог есть любовь. Поэтому спасение, православное понимание — это не просто бросить пить, курить. Это восстановить человека в том достоинстве, в каком он был до грехопадения. Но уже не по образу Адама Перстного, а Адама Небесного, человека с неба, Господа нашего Иисуса Христа. Как у апостола Павла сказано, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». А здесь мы так и прочитали. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего Ава, Отче, посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». И далее мы читаем. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги». Люди до того, как прийти ко Христу, они поклонялись и служили твари вместо Творца. «Ныне же», продолжает апостол Павел, «познав Бога или лучше, получив познание от Бога». Почему он так говорит? Человек не способен познать сам Бога. Мы познаем Бога только в той мере, в какой он сам открывается нам. Поэтому апостол здесь пишет. «Ныне же, познав Бога или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Он действительно преподал им путь спасения, и они действительно шли по этому пути, и они получили Духа Святаго не от дел закона, а именно через наставление веры, о чем мы читали ранее. Но в их общину вторглись и удействующие, которые стали настаивать на том, что как бы действия Христовой благодати недостаточно. Эти люди должны употребить свои какие-то усилия, чтобы как бы вырвать прерогативу спасения из рук Божьих и создать собственное автономное от Бога спасение своими личными человеческими заслугами. Сама мысль об этом представляется совершенно богохульной. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» И далее апостол Павел пишет, «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы». Он имеет в виду то, что они когда-то были единомысленными с ним, а теперь они оставили это единомыслие, а он единомыслиен со Христом. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти и благовествовал вам в первый раз, «но вы не презрели искушение моего в оплоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». То есть когда он пришел первый раз, он подвергался гонениям, преследованиям, и он выглядел как очень изнеможенный человек. Но сила проповеди Евангелия была столь велика, что они тогда смотрели на него, как на ангела Божия. В нем они видели образ Христа. «Действующего в этом служителе. Как вы были блаженны!» Павел вспоминает радость этих людей. «Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». То есть он видел их взволнованные сердца, как они готовы были послужить ему, чем только могли. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину». Потому что иудействующие стали склонять их в сторону. «Ревнуют по вас нечисто». Вот эти иудействующие, они с ревностью восприняли то, что галатяне приняли Павла с таким восторгом. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». То есть отлучить от любви к Павлу, а главное, от любви ко Христу, как единственному источнику спасения. И предложить ему повать на свои дела и сослуги. «Хорошо ревновать в добром», развивает эту мысль Павел далее. «А хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Здесь он настаивает на том, что если вы проявляли ревность в любви ко Христу, то надо было всегда оставаться в этом состоянии. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Он называет их детьми, потому что он родил их благоествованием своим. Но он переживает состояние, как будто он снова в муках рождения этих людей, как будто их надо рождать заново для Христа и для Святого Евангелия. «Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Что значит изменить голос свой? То есть говорить более строго, не так, как говорил тогда, когда был в немощи. «Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона?» Ведь закон и все Писание свидетельствуют о Христе, как об источнике подлинного благословения. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, то есть от Агарь, а другого от свободной, то есть от цары, но который от рабы тот рожден по плоти, а который от свободной тот по обетованию». Здесь сейчас апостол Павел все поменяет местами. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, который, как Агарь, рабыня, порабощенная предписаниями и указаниями закона. Потому что он с детьми своими в рабстве, то есть несет на себе бремя заповедей, которых не может исполнить никто из этих людей. Это имитация, что люди исполняют закон, сами будучи поврежденными грешниками. «А Вышний Иерусалим, то есть Церковь, свободен, Он Матерь всем нам». Действительно, Церковь Божия – это наша Мать, Церковь, благорестующая Евангелие, Церковь, источающая потоки благодати, действия Духа Святаго в святых таинствах. «Ибо написано «возвеселись неплодная»» Сара когда-то была неплодная, это символ того, что языческие народы долгое время не могли родиться свыше. «Нерождающая» – «возвеселись неплодная, нерождающая» – «воскликни и возгласи не мучившиеся родами», потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». И вот далее апостол Павел говорит очень такие сложные слова, «но они наполнены именно христианского смысла «мы, братья, дети, обетование по Исааку». Действительно, был сын рабыни Агари, Измайл, разбойник, который ушел с путей Божьих, это символ ветхозаветного народа, и был Исаак, сын обетования. А какое же обетование данное патриархам? Что в семени Авраама благословятся все народы земли. А если рассуждать по плоти, по плоти кто? Первенец Авраама – Измайл, рожденный от рабыни, а сын обетования Исаак? В данном случае это образ христианского народа. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу?» Измайл ненавидел Исаака. Измайл считал себя первенцем. А в Ветхом Завете сказано «Первенец мой Израиль». «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу?» Так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследовать вместе с сыном свободным». Свободный. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Действительно, Церковь Божия, действие благодати рождает нас. Вышний Иерусалим – мать всех нас. Проповедь апостола Павла – это свидетельство о действии благодати. Он настаивает на том, что уповающие на дела закона, они порабощают себя предписаниями закона, и проблема этих людей заключается не в том, что они хотят исполнять закон, а в том, что у них не получается его исполнить, ибо закон никого не довел до совершенства. И давайте прислушаемся к голосу отцов церкви, которые свидетельствовали о себе. Так, например, Василий Великий в проповеди о смирении восклицает. «Хвалящийся дохвалится в Господе, что Христос был соделан Богом для нас праведностью, мудростью, оправданием и искуплением. Это истинная надлежащая похвала в Боге, когда человек не гордится собственной праведностью, но знает, что он воистину недостоин подлинной праведности и оправдывается исключительно верою во Христа». Действительно, хвалящийся должен хвалиться Господом, что Христос по воле Отца Небесного стал нашей праведностью, мудростью, оправданием и искуплением. А вот что пишет Василий Великий, комментируя 113-й псалом. «Ибо вечный покой ожидает праведно боровшихся в этой жизни не ради заслуг их дел, но по благодати милостивейшего Бога, на которого они уповали». То есть, как бы ни подвязались древние праведники, они спасаются только благодатью крови Сына Божия. Блаженный Августин восклицал, «Вы можете провозглашать, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла только вера в посредника, излившего свою кровь в оставление грехов». Подобное писал и Амвросий Медиаланский. Это удивительные слова. Амвросий Медиаланский – это был очень авторитетный человек своего времени. Он сделал блестящую политическую карьеру, потом, оставив мир, стал служителем Христа, потому что народ призвал его к этому служению. И он был праведным, как бы, до принятия служения, тем более после принятия служения. Но смотрите, что он сам свидетельствует о себе. «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос – мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня». Блаженный Иероним восклицает. «Поэтому мы праведны, когда исповедуем себя грешниками, и когда наша праведность состоит не в наших заслугах, но в помиловании Божьем». Итак, сегодняшняя беседа, она показывает, как мы, христиане, преодолеваем надежду на плоть и кровь, собственную плоть и кровь глубоким упованием на обетование во Христе и со Христом, вечного спасения для каждого кающегося грешника. И если мы порабощены, стеснены предписаниями закона Божия, который обвиняет нас в тех или иных преступлениях, если мы стеснены каноническим правом Церкви, который тоже изобличает наши неправды, что мы можем исправить, что мы можем сделать, как только не прийти к тому, кто может стать источником новой жизни для нас, дабы мы ходили в обновленной жизни во Христе и со Христом. И тогда мы сможем жить с оглядкой на закон Божий, на канонические нормы, потому что Христос говорил, «Без меня не можете делать ничего». И если мы возьмем весь корпус книг добротолюбия, то самые часто встречаемые цитаты из Евангелия – именно эти слова, без меня не можете делать ничего. Мы не можем исполнить ни одну заповедь, ни одно каноническое предписание, если благодать Христа не будет сопутствовать нам в деле исполнения всякой правды Божьей в Его святых заповедях и в постановлениях Святой Церкви. Субтитры создавал DimaTorzok